Так, я скидываю ссылку в чат. Это перекопипащенный мной GitHub. Значит, все, что сегодня мы обсудим, оно вот здесь вот лежит. И, соответственно, идея-то вот в чем заключалась. Просто сделать какой-то такой туториал, во-первых, самим разобраться. Короче, да, я вот эту штуку скидываю, и мы про нее будем, по ней будем двигаться вот сегодня. Значит, что тут есть, короче. Здесь четыре ноутбука. Это, собственно, вот это вот типа лекция, которую сейчас мы будем обсуждать. Дальше вот эта штука. Это то, что в прошлый раз мы посмотрели пример сверточной сети, но без… там, где не было… там только forward был, обратного не было. Ну, просто простенький, там, помните, там на графе из шести точек или из восьми, из шести, по-моему. Вот. И это считает то же самое, что это только с PyTorch, и, соответственно, там посложнее граф использовался. А это реализация на PyTorch Geometric. Вот. И, соответственно, мы сейчас… у нас вся история будет разбита на то, что мы сначала теорию подобьем, потом посмотрим этот пример, короче, вот этот вот. Вот. Потом немножко про PyTorch Geometric для тех, кто с ним не работал, и потом в заключение вот этот пример посмотрим. Вот эти два примера, они скопипащены вот с этого вот GitHub'а. Ссылку я на него здесь тоже дам. Вот. Тут в нем больше гораздо историй. Тут рассматриваются DeepWalk'и, Attention Network'и, GraphSage, и, видимо, он там будет дорабатываться в будущем. Ну, это просто тоже учебный материал, как и то, что я подготовил. То есть оно все очень простое и направлено на то, чтобы просто получить людей пользоваться всей этой историей. Значит, с пайплайном понятно. Значит, тогда, наверное… Оп. Будем смотреть вот эту штуку. Как-то все медленно стало. А, это из-за зума, наверное. Значит, как бы для меня главной проблемой является то, что каждый мой заход на эти все графовые истории, связанные с сетями, да, для меня оборачивается открытием того, что я что-то в этой истории еще вчера понимал не так, как сегодня. И, на самом деле, проанализировав свой персональный опыт в этом деле, я понял, что проблема, на самом деле, в цикле лекций вот этого CS2248. На самом деле, в нем, в этом цикле лекций довольно муторно все объяснено, и многие понятия, не многие, а некоторые понятия смешаны, и некоторые понятия объясняются сильно издалека или по аналогии, и в итоге нет общей картины. Поэтому я сделал такую штуку. Для начала просто почитаем ее, посмотрим точнее ее для того, чтобы какую-то общую картину составить себе о том, что такое нейронные сети для графов. Вот здесь я обозначил, что у нас главной проблемой является, да, проблемой в этих задачах – это такое представление для графов, определить которое, отображает граф и структуру в модель машинного обучения. И есть несколько методов уже хорошо наработанных, которые эту историю, хорошо тут с орфографией, которые эту историю решают. Ну, во-первых, это стандартное то, что вместе с графовыми моделями появилось, это подсчет графовых статистик и какие-то манипуляции с ними. Ядерные методы, про которые ни черта не знаю. Вот здесь статья, здесь, да, надо будет как-нибудь ее почитать. Вот, ну, если хотите, посмотрите. Какие-то манипуляции с признаками для оценки локальной близости и обучение представлению графов. Вот последняя идея, она называется representation learning. Если вы где-то будете встречать representation learning, то оно как раз очень близко к тому, что мы будем называть нейронными сетями для графов. Да, оно как раз занимается тем, что отображает структурную информацию о графе в виде векторов. Вот. Ну и как бы это тоже проблема, представлять информацию о нодах. А, да, вот, кстати, сразу договоримся, что давайте сейчас все, о чем мы будем говорить, это все будет касаться того, что информация о графе, она на нодах содержится. То есть различные особенности графа там, ой, не особенности графа, господи, понесло меня в сторону. Различные свойства, присущие, короче, вот этой сети, они как бы у нас закодированы на нодах. Да. А ребра у нас содержат просто связи, направление связи, ну и в крайнем случае вес ребра. То есть в жизни-то бывает, конечно, по-другому. Ребра тоже могут какую-то информацию на себе нести. Но просто для простоты модели, и вот по статьям я вижу, что в основном рассматривается такое отображение информации о графах. Можно это усложнять, но принципиально ничего не меняется. Просто я сейчас это говорю, чтобы у нас не возникало вопросов из серии, а если вот так? Ну, мы считаем, что все, что мы знаем о нодах, оно на нодах. А ребра, они просто связи устанавливают. Вот. И проблема в том, что данные, они содержатся в каком-то таком многомерном нейфлидовом пространстве, которые сложно привести к счастливой форме, по которой можно какую-то модель машинного обучения построить. Вот. И нужно перегнать векторы в пространство, в котором мы могли бы решать задачи машинного обучения, классифицировать, классифицировать и так далее. И вот во всех практически статьях мы видим вот эту историю, в которой у нас эта задача решается. И эту картинку почти везде, картинку с Захарьевским каратистским клубом, где Захарьевский и Солнцевский подрались, короче, и все это в виде графа представлено. Вот. Она везде, почти везде она встречается, потому что это вот классическая такая, такая базовая, базовый дата-сет, на который как бы эту задачу отображают. И на ней вот как раз мы видим, как у нас такой вот мутно связанный граф перегоняется в двумерное какое-то пространство, в котором уже мы можем что-то на какие-то куски делить. Да, значит, ну вот вся эта история, весь этот рассказ, он построен на статье Вильяма Хамильтона, Рекса Янга и Юры Лошковца, как я его шутя называю, Representation, Learning and Graphs, Methods and Applications, Которая на самом деле, вот если оторвать ее от курса, который мы прошли, да, вот на мой взгляд она лучше освещает проблему вообще эмбеддингов для графов. Ну и, собственно говоря, всем рекомендую ее почитать. Значит, ну и если больше формализовать эту задачу, то она сводится вот примерно к следующему. У нас есть граф, состоящий из множества нот и множества ребер. С ним ассоциирована матрица смежности, матрица фичей. И, значит, задачей является найти такие вектора для каждой ноты из пространства действительных чисел, размерности d, при том, что размерность должна быть много меньше, чем число нотографии. Вот, то есть, по сути, нужно из многомерного перегнать в какое-то попроще, чтобы нам можно было это считать и, и, и. И дальше в чем будет модель заключаться? То есть, что мы будем, какую мы модель машинного обучения будем строить, и что она должна, какие куски в себе содержать? Это я напрямую позаимствовал статьи. И здесь говорится о следующем, что модель у нас должна быть, какая-то функция попарной смежности между нодами, которая вот у нас над графом определена. И вот эта будет функция измерять схожь между нодами, которую мы будем в дальнейшем оценивать при декодировании и с помощью нашей функции потерь. У нас есть энкодер, который генерирует эмбеддинги из тех фичей, которые у нас есть на графе. Декодер, который реконструирует статистики графа из эмбеддингов. И функция потерь, которая сравнивает то, что мы извлекли с помощью декодера, с тем, что у нас фактически есть. И вот эту близость оценивают в виде какого-то значения. Вот сразу здесь я обращаю внимание, вот у Андрея очень много... Александр, извиняюсь. Я говорил, что у меня с именами проблема. У Александра очень много вопросов все время было. Типа, ну вот хорошо, мы сейчас этот курс там проходим. Типа, а как это все в жизни, как бы в жизнь-то толкнуть? Как это применить? Вот когда смотришь на вот эту историю, сразу понимаешь, почему эти вопросы возникают после этого курса. Потому что в курсе CS224V основной упор ставится вот на эту часть. То есть рассматриваются различные способы генерации имбеддингов. В одном месте там рассматривается функция потерь, и практически больше никакие вопросы, связанные с построением модели машинного обучения, в курсе не рассматриваются. Поэтому как бы не возникает объемного понимания, а как же из этого получить результат? Ну, последуем за курсом и быстренько разберем, что там просмотрено. Значит, энкодеры. Самый простой способ, простой метод, который там применялся. Кстати, если что, если я что-то не то говорю, то можете меня перебивать. Самый простой метод, который мы рассматривали в самом начале, это вот shallow, правильно? Shallow encoding, поверхностные энкодеры, для которых у нас, мы просто для каждой ноды определяем вектор фичей и, соответственно, вот такую громоздкую матрицу размерностью dimension, size of embeddings и число нод, да, мы, соответственно, соответственно, мы с ней, как бы, из нее мы и получаем наши embeddings. И таких методов два рассматривалось в курсе, но, точнее, один рассматривался в курсе, их два. Это матричные факторизации и random walk. Значит, про матричные факторизации, я что-то очень мало знаю, поэтому ничего брякнуть не могу лишнего, да. Значит, здесь упоминается graph factorization, graph hop, classian agent maps. Но тут есть ссылки в самой статье, вы сможете их посмотреть, если интересно, что это такое, как это работает. Но из статьи это можно найти. А вот в random walk мы рассмотрели deep walk. И мы рассмотрели deep walk, и мы рассмотрели bi-asset deep walk, то есть вот этот вот, который у нас по графу бегает, у нас наш walker рандомный, да, в зависимости от определенной вероятности уйти дальше или вернуться, короче. Но ту век мы в рамках курса не разбирали. Вот, у этих моделей, у этих точнее, ну, давайте моделями их называть, есть определенные проблемы. Значит, главная проблема это то, что параметры, никакие параметры не распространяются и не используются совместно теми векторами, которые мы задаем вот в этом методе. То есть каждый вектор, он обучается независимо. И число параметров, оно довольно быстро растет. Растет как функция количества нот. Подход не учитывает атрибуты нот, но это я сказал, которые в большинстве случаев содержат важную информацию о графе. И подход, да. Слушай, а у меня вот здесь есть вопрос. Ага. Но вот, да, вот здесь если ты замрешь, то есть атрибуты нот, кажется, что достаточно тривиально в алгоритмах матричной факторизации можно учитывать атрибуты нот. Да, ну, все алгоритмы матричной факторизации, которые здесь перечислены, это в какой-то форме, там берется матрица смежности, а дальше она раскладывается на какие-то компоненты. То есть мы там из матрицы n на n получаем какую-то матрицу n на n. И это делается именно вот факторизацией, то есть разложением. Они приближают, это может быть матрица смежности, либо это может быть какая-то с ней ассоциированная, там локалсиан, такой-сякой локалсиан. И кажется, что ты, когда вот эту матрицу строишь, декомпозицию, да, ты можешь использовать признаки, так как это делается там в рекомендательном СВД или еще как-то обычным градиентным спуском ты можешь учитывать атрибуты на вершинах, никаких проблем совершенно. Ну давай запомним это, потому что я об этом ни черта не знаю, да, соответственно, я просто как бы ссылаюсь на то, как это написано в статье, и по всей видимости, возможно, здесь это надо уточнить. Я подумаю над этим потом, и, соответственно... Ну и точно так же, это, наверное, для DeepWalk и Node2Veq. На Node2Veq я, честно говоря, так и не осилил до конца читать, но вроде бы они там просто как-то какие-то условия там ставят, ну, то есть, ну, не важно. Когда ты хочешь случайное блуждание... Что-то не помню, чтобы там распространялись параметры Node куда-то как-то... Не-не, не распространяются, но это можно распространять, просто припостроении... Ну вот, наверное, надо подумать на этот счет. Это статья 2018 года. Ну, не думаю, что там за два года очень сильно в эту сторону что-то продвинулось. Ну, я понял. То есть, нужно подумать в эту сторону, и, возможно, вот эти методы, они могут чуть-чуть больше, чем здесь описано. Да, и второй комментарий касается числа параметров, которые растет как функция от количества Node. Но это тоже не совсем правда, потому что, ну, по крайней мере, для random walk-моделей это не совсем правда, потому что, вообще говоря, очень часто, когда ты строишь random walk-модель, ты заинтересован не в том, чтобы весь граф построить репрезентацию всех вершин графа. Да, абсолютно. У тебя может быть граф, в котором несколько миллионов, десяток миллионов или сотен миллионов. Очень часто ты заинтересован в какой-то части этого графа. И в таком случае это не становится такой большой проблемой. Плюс они же довольно быстрые. Слушай, ну, понятно, но в данном случае мы можем считать, что если мы не весь граф смотрим, а только часть графа, но в таком случае мы считаем, что у нас граф меньше, который мы смотрим. То есть мы откинули часть, по сути, да, ограничив область блуждания. И тогда неправильно было бы называть, что этот алгоритм над всем графом у нас работает. Ну, будет нот меньше получается. Окей, в графе. Суть, мне кажется, здесь правильно отображена. То, что они быстрые, это другой вопрос. Так, чего не брякнуло еще тут? Что подход генерирует имбиддинги только для данных, которые есть в среде обучаемых. Вот так вот там написано, что модель проблематична обучить на данные, обобщить на данные, которые модель никогда не видела. Ну, мне кажется, что там еще, там еще, наверное, есть, ты же получаешь в итоге имбиддинги для нодов, а не получаешь имбиддинг для графа целиком. Нет. Точнее, тебе там надо еще что-то сверху тогда делать. И если, если есть задача сравнивать графы, а не ноды, то, наверное, это уже... Ну, вот в этой статье рассматривается задача получения имбиддингов для нод графов и для субграфов графов, то есть для каких-то макроструктур, которые можно представить, по сути, как ноды со связями куда-то там. Вот, поэтому, ну, не знаю я, как это... Можно ли считать, что это получение имбиддингов для графов? Этот кусок я, честно говоря, не стал читать, потому что он был не нужен для этого... для этого... но для этой сессии нашей. Ну, потом дочитаю, расскажу, что и как. Вот. Но мне кажется, что там, я так подозреваю, что там просто представление этих субструктур просто как каких-то таких... ну, как элементов... ну, укропнение просто структуры графа и перевод... перевод терминов, короче, когда мы субграф представляем как ноду в каком-то другом графе или там в том же графе, по-моему, мне кажется, там так это будет решаться, скорее всего. То есть, ну, короче, это не задача как бы сравнения графов, то есть ты правильно говоришь, что над этим еще что-то должно быть, что умеет сравнивать уже по результатам того, что мы получили, сравнивать уже большие структуры между собой. Так, ну, короче, вот этот вот поверхностный энкодинг, он, типа, примитивный и, соответственно, есть другие методы, как это решать. Методы называются Generalized Encoded Decoder Architectures и их там три, но я их объединил в две и я объясню попозже, почему. Значит, первое, вот то, что мы не разбирали на курсе, называется Neighborhood of Tinkoder Methods, Tinkoder окрестностей, их там два. В статье приводится Deep Neural Graph Representation и Structural Deep Network Embeddings. Там суть в том, что каждый нод ассоциируется с каким-то вектором высокоразмерным, который вот содержит информацию о ближестве нода ко всем другим нодам в графе, и затем этот вектор сжимается, потом расхвоживается, соответственно, как бы, ну, в том же самом, вот, в той же самой модели. Вот. Ну и пишет. Это просто строчка матрицы смежности в DPSI. Угу. Вот. И проблема в том, что она дорогая эта вся история и в общем-то еще и плохо работает с графами, которые меняются со временем. А как близость выбирать? Ну, это же... Опять-таки не знаю. Вот. Ну, что значит как близость? вот эта штука, вот эта штука функции потерь и функция попарной похожести, я так понимаю, она вообще к задаче специфична. Особенно функция потерь к задаче специфична. Вот. и соответственно, ну, я думаю, что если задача, например, там классификации, то наверняка так же, как и во всех других моделях это бы делалось на основе там графового, графа нейронной сети или когда мы имбеддинги получали бы таким образом. принципиально различия тут, мне кажется, не должно быть никакого. Мы же просто имбеддинг получаем, да, а уж как мы будем сравнивать между собой этот вопрос задачи? Я правильно понимаю то, о чем ты спрашиваешь? Не, я спрашивала, наверное, про окрестность. Мы же вот эту штуку, мы берем каждый нот и смотрим что-то вокруг. А вот это вот ты нарисовал. Вокруг, а весь граф смотрим. Весь граф смотрим? Да. А тогда это как-то вообще очень дорого должно быть. Ну вот они об этом и пишут. Собственно говоря, больше я ничего по этому поводу сказать не могу. Опять-таки, там есть... Почему? Почему весь граф? Почему? Давай посмотрим просто в статье и не будем врать. Я не буду врать. Вы-то можете врать, а мне нельзя. Мы никому не расскажем. Запись уйдете. Как я... Отличное слово-паразит это Валера научился. Я могу ошибаться, короче, вот так вот теперь говорю при любом удобном случае. Мне кажется, что вот в качестве этого S просто может выступать строчка матрицы смежности. Deep graph representation and structural deep network conveyance. Just from like the shallow. Вот, она говорит neighborhood vector. Так вот, neighborhood, он на сколько neighborhood? Сейчас, минуту. Approach for deep learning. I can't embrace information, which not is associated with a neighborhood vector. Да, ты права. Вещь correspond. Ну, давай подчеркнем и подумаем над этим. Вообще, что это такое? Просто ради знания, что это за метод такой, посмотреть, что это себя представляет. Значит, каждый нод связан с нодом в окрестности. Если мы матрицу смежности возведем в квадрат, то что мы получим? Мы получим матрицу, в которой и ты, житый элемент это количество путей из вершинки и в вершинку жи длины 2. Если возведем в куб, получим матричку, в которой и ты, житый элемент это количество путей из вершинки и в вершинку жи длины 3. Ну и так далее. Соответственно, мы просто можем в первом приближении просто взять строку матрицы смежности. Во втором приближении мы можем добавить с каким-то небольшим коэффициентом количество путей длины 2 до других вершин для текущей ноды. Третье приближение с еще меньшим коэффициентом еще чего. Ну, либо еще как-то эти похожие посчитать. То есть нам просто нужна любая произвольность совершенно. Здесь, мне кажется, вот этот метод с этим автоинкодером, он администичен к тому, как ты матрицу S их построишь. Да. да. В общем, давайте посмотрим и дополним эту историю, потом я сюда закину, вам расскажу при случае, короче, перед какой-нибудь, на каком-нибудь созвоне, а так мы себе пометим, чтобы разобраться. Там просто при таком подходе все проблемы с обобщением на другие графы, на то, что не видели, они так и останутся. Так, ладно, дальше движемся. Следующий пул Neurohood Aggregation Coalution Encoders. Это то, что в основном мы обсуждали, начиная с восьмой лекции в курсе. И вот эта картинка, она кочует как раз из статьи, из лекции в статью, из статьи в лекцию, короче, с различными ассоциациями, вариациями, короче, да, как раз мы тут агрегируем месседжи, агрегируем здесь ключевое слово, здесь я не поставил звездочку, а надо бы, потому что на самом деле не всегда мы агрегируем, и в этом главная путаница, которая меня сильно с панталок избила, и ее надо бы объяснить будет. Значит, месседжи от соседей ноды, которые в свою очередь там базируются на месседжах, и бла-бла, и бла-бла, и вот этот квадратик, это что-то, что-либо агрегирует, либо еще какие-то операции делает, и все это называется сверточными энкодерами из-за сходящей свертки. Я, правда, не совсем понимаю, почему это называется сверточными, свертками, потому что все-таки свертка, свертка, она немножко другое делает, и вот если кто-то может популярно на пальцах объяснить, почему же все-таки это называется сверточными, ну, кроме того, что оно через эту модель распространяются параметры от соседей, короче, к соседям, да, вот что-то не очень мне этот термин не очень понятен. Можно сказать, я понимаю это. Да, давай. Вот я понимаю, что опираться свертки это как взвешенная сумма, и по сути тут то же самое делается. То есть у нас в свертке мы обучаем, у нас есть, ну, вот это децептивное окно, получается, у нас есть, ну, например, базовая картинка и 8 ее соседей. Получается, фильтр это обучаемый 8 весов, с которыми мы на следующем шаге вот будет значение нашей вот точки базовой, то есть на шаге k плюс 1 наше значение будет вот этой точке x равно будет, ну, вот, в вершинной сумме ее соседей. И поэтому тут, ну, примерно то же самое. То есть поэтому мы считаем его сверточным, потому что математическая операция похожа на свертку. Ну, есть скалярные произведения и шаринг весов, поэтому, типа, вот есть все компоненты. Ну, тогда будем запомним их такими, потому что вот я специально эту восьмую лекцию просмотрел, ей-богу, но не интуитивно это дело. Алгоритм мы в прошлый раз его смотрели, как раз на прошлой неделе, вот он вот такой вот у нас, у всего этого сверточного энкодера. Значит, что мы тут? Мы здесь получаем, ну, понятно, что эмбеддинги мы рекурсируем, настроим, получаем мы здесь граф из ребер и этих нот ребер фичи мы получаем, какую-то глубину мы для алгоритма задаем, матрицу весов мы инициализируем, инициализируем мы ее случайным образом веса. Нелинейность мы туда запихиваем. Вот она тут. Мы тут имеем дифференцируемую агрегирующую функцию. Это очень важный аспект. Здесь у нас появляется агрегирующая функция и сегрегирующая функция это все хозяйство называется Graph Convolution Networks. А мы по курсу знаем, что у нас есть еще Graph Neural Networks. Этот нюанс я объясню чуть позже. И комбинирующая функция у нас тут имеется, которая у нас ну понятно, что у нас которая у нас сейчас сбиваться начинаю, которая у нас комбинирует вектора. Ну, если там просто объяснить, то мы сначала собираем по соседям месседжи от соседей, набираем этот вектор, комбинируем его с тем вектором, который у нас находится на ноде, пропускаем через длины, нелинейность, нормализуем и так карас мы делаем до тех пор, пока у нас вся эта история не сойдется. вот этот подход у нас эксплуатирует Graph Neural Networks, Graph Convolution Networks, Column Networks, Graph Sage. Вот Column Networks мы не рассматривали в курсе. И на самом деле Graph Neural Networks мы тоже не рассматривали в этом курсе. Мы очень поверхностно его коснулись и я покажу почему. Понятия Graph Neural Networks и Graph Convolution Networks они в курсе очень сильно смешаны. Исторически так сложилось, что Graph Neural Networks это отдельная история, которая сама развивалась и можно сказать, что она обобщает эту историю с Graph Convolution Networks. То есть это более общий случай. Мне так кажется. об этом чуть попозже. и разные подтипы вот этих моделей просто отличаются тем, что у нас вот здесь и здесь находятся. Значит, Graph Convolution Networks в качестве агрегирующей функции по элементной средней используют, комбинируют взвешенные суммы. Column Networks тоже самое делает, но они еще на выходе из цикла вот здесь вот после нелинейности стоит функция контрполяция. Я не очень не разбирался, что она делает и, наверное, потом посмотрю. Там в статье, вот здесь в статье написано, что основная задача этого дела сохранить какую-то информацию локальную, которая накапливается в процессе итерация и как-то ее передать наружу, короче. А в Graph Sage в качестве агрегирующей функции различные, может быть, то же самое, что и в Convolution Networks, могут быть какие-то различные манипуляции, но вот в лекции это вот так представлено. То же самое среднее, pooling, LSTM, может быть, и черти-чо еще. Ну и, соответственно, от этого всего есть куча разных производственных, производных, Graph Attention Networks, GIN, вот этот, который мы осмотрели в прошлый раз и так далее. Что за GNN, короче? Вот. Тут проблема заключается в том, как это объяснялось в курсе. если мы посмотрим восьмую лекцию, то мы тут переходим от в этой лекции, скачем сразу от Graph Neural Networks сразу к Graph Convolution Networks. У нас начинается рассказ вроде красиво, что нам нужны какие-то сети, которые Deep Learning будут делать, Basic Basic of Deep Learning for Graphs. Хорошо, задача ставится, вот что мы будем туда запихивать, бах, и мы сразу на Convolution Networks оказываемся. Хотя картинка дальше здесь не про Convolution Networks, вроде как она пытается нам объяснить что-то другое. То есть мы здесь не агрегирующую функцию видим, а какой-то более обобщенный Neural Networks, который здесь стоит. И вот у меня тут с самого начала разъехалось понимание этого дела. Хотя дальше мы видим, что здесь уже функция это уже у нас сверточка пошла. И вот она в векторной форме записана у нас к Convolution Networks в итоге. Вот здесь. Статья здесь 2018 года, возможно, это ушло вперед давно, возможно, сам Лешковец путается, граф Neural Networks более общий объясняется. В базовой реализации этот алгоритм инициализируется случайными имбедингами для каждой ноды, и на каждой итерации имбединги накапливают информацию в своих соседях с помощью какой-то нейронной сети, которая вот здесь размещена. То есть это может быть перцептрон, может быть еще что-то. Можно я опять тоже скажу. Эта операция вот как раз мы делаем некое... У нас есть на каждой ноде вектор какого-то признака. И получается, что мы делаем. Вот это наша операция H, это как раз пропущенная через нелинейный перцептрон, то есть не какая-то вот это что показано стрелочками, это не какие-то нейронные сети, это как раз перцептроны получается. То есть универсальный аппроксиматор. И он берет получается признак на ноде, берет все признаки на ее соседях и собственно пропускает через нейронную сеть. Ну вот, я тоже так понял эту историю, хотя они там в статье пишут. Такой X тут. Вот X это X жито что такое? Это вектор. X это вектор. как я понимаю, так, H это вектор на самой ноде, а X это X жито это скорее всего вектора, в данном обозначении это вектора признаков на соседях. Ну я тоже так понял, что это перцептрон, хотя они там в статье пишут, что это там обсуждали. не вопрос, хорошо это нехорошо. Секундочку, это не похоже на право, аж там с индексом что-то не так, X и X, G это что-то другое. Давайте посмотрим статью. Житое точно соседе. У нас есть статья, и всегда мы можем что-то неправильно понимаем, всегда можем посмотреть. Это может быть не обязательно перцептрон. Да, не обязательно, да. Я могу отправить вам очень крутое видео, там 15 минут на английском, там мужчина прям объясняет, как это работает, там может выйти RNN, там регулярно, это не важно. Здесь они пишут, что это какая-то нелинейная дифференцированная функция, которая там множество разных историй описывает собой. И совсем не обязательно, что это перцептрон, вот они тут пишут, что это может быть даже не очень хорошо. короче. О, иксы это атрибуты, атрибуты это. Признаки, да. Ну да, да, да. То есть сначала генерируется сообщение в ноду, которое агрегируется по всем соседям, приняется какая-то агрегирующая функция, а потом это сообщение вместе с признаками ноды как-то смешивается. Ну, вы поняли этот тонкий момент? Вот я его так понял, что нас изначально в лекции завели в путаницу в терминах. Нам начали объяснять нейронную сеть в терминах свертки сразу же. И спутали эти понятия, смешали таким образом, что у нас, ну, по крайней мере, у меня сложилось понимание, что это одно и то же. Оно одно и то же, но одно является подножеством другого, по сути. Вот. И граф конволюшн нетворкс это все-таки подмножество граф нейрон нетворкс, которые просто эксплуатируют специфическую агрегирующую функцию. Агрегирующая функция здесь вот такая. Ну, там в зависимости от модификации, но базовая реализация вот она. Вот она. Я один не понял. Что не понял? Смотря что. Смотря что. Ну, разница. разница между граф нейрон и граф конволюшн нетворкс. Да, разница по сути заключается в том, что граф нейрон нетворкс не агрегирующую функцию использует, а какую-то нейронную сеть, которая творит какие-то чудеса с векторами по соседям. а конволюшн нетворкс использует конкретную реализацию этого дела. Короче говоря, ГЦН это конкретная версия НН. Да, Она даже тут не конкретная, это двуслойный персептрон получается. мы берем свой предыдущего и пропускаем его без изменений и добавляем обычные скалярные произведения плюс маленькую нелинейку. Все, мы разобрали. А граф switch тогда она стоит как бы вообще отдельно от всего этого? Граф switch это тоже частный случай граф нейрон нетворкс, который просто вместо короче используется другая опять-таки агрегирующая функция и насколько я понимаю другой метод комбинирования векторов после агрегации. Да. Они тут говорят в этом предыдущем и говорят давайте мы будем их всех соберем в один вектор и доконкатинируем там рядышком докинем в строчку запишем с предыдущего слоя выход а этот говорит давайте мы их через запятую писать и отдельно их анализировать ну если я так правильно помню. Ну в общем короче вот так вот возможно я что-то не дочитал и надо еще почитать но со временем я почитаю и все еще лучше сложится но вот итог такой короче у меня получился вот и как бы так мне стало значительно понятнее не знаю как вам понятнее лет но мне кажется что вам тоже стало понятнее и очень рекомендую эту статью прочитать значит что там еще есть дальше там рассматриваются задачи связанные с мультимодальными графами что делать с разными нодами и ребрами структурные роли нод в графе как анализировать такие задачи и вот как раз проимбединги субграфов рассматриваются но не шибко там жирно это все рассматривается но как-то рассматривается то есть эта задача там разбирается поверхностно после ты так быстро скроллишь у меня голова начинает кружиться да у меня у самого кружится ладно дальше движемся вот с этой хром немножко тупит под этим самым под сколько у тебя оператив сколько у тебя коров дело не в оперативке здесь это отображение это это самое ядро линукса что-то не то делает я нажать не могу оперативки здесь немного кстати здесь 60 хорош не буду врать то я промахнулся я купил я хотел 2 по 60 купить но почему-то 2 по 30 с чем-то поскольку там я не забываю все 64 по-моему 32 я купил 32 и потом смотрю у меня не столько сколько я хотел немного совсем чуть-чуть да так ну ладно следующее значит мы если помните в прошлый раз разобрали как у нас строится вот эта штука наш convolution network и то что мы разбирали в прошлый раз это был convolution network вот и мы сейчас опять-таки пробежимся быстренько если есть желание подробно посмотреть этот ноутбук он доступен здесь все как вживую только backpropagation нету насколько вы помните в новом реализации который я скопипастил с этого самого сюда приделан pytorch и соответственно у нас появляется backpropagation который там в один щелчок делается вот я хотел сам написать и почти уже начал это делать и примерно я знаю как но потом понял что я не хочу это делать потому что это обезьяний труд значит что мы ну мы разбирали давайте просто пройдем что у нас делается что у нас вот без спайторча на нампай когда это все было сделано но у нас какой-то там граф у которого есть ее ноды ребра и какие-то векторопризнаков точнее нет здесь нет векторопризнаков ассоциированы с нодами они там нет есть 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 да они в той задаче как раз таки есть и здесь спайторчем она также решается эта история тоже номера нодов но она на самом деле не принципиально мы там долго спорили что типа там от номерации это зависит все это понятно но для демонстрации как это работает не имеет значения просто какой-то мы набор признаков кинули пускай он там недетерминированный но неважно зато мы увидели как это работает значит что мы тут матрицу смежности получаем матрицу признаков получаем скалярное произведение вот это вот мы до того как граф до того как сеть собирать должны получать дальше мы должны получить вот этот скалярное произведение дот продукт по соседним узлам она не учитывает сам узел поэтому здесь такой трюк применяется просто кидают самолупы я их называю так короче петли кидают на ноды чтобы нода сама на себя ссылалась таким образом каждая нода она у нас будет пошлет себе месседж и мы соответственно учтем как бы признаки которые на этой ноге висят вот здесь мы посчитали это уже с этими скалярное произведение с этими слупами надо нормировать значит вычисляется матрица степеней D и выполняется операция скалярного произведения вот этой матрицы D которая у нас будет сконвертирована с скалярным произведением матриц смежности на вектор признаков и степень у нас степень у нас начинает относиться я не понял что я здесь написал что я тут имел ввиду сейчас пытаюсь понять степень относится к количеству реперс с которыми связан узел но это просто определение степени вершин да верно вот короче в итоге мы получаем такое скалярное произведение вот этого D матрицы степеней на причем обратную значит при таком подходе вот в этом примере там очень ну не будем его сейчас смотреть очень заметно что чем ниже степень узла степень узла тем ближе он к какому-то класть розлух это плохо и эта проблема решается вот с трюком перенормировки что за трюк перенормировки вы можете открыть вот эту статью вот этот ноутбук который gcn numpy и здесь есть ссылка на статью статья мутная очень но тем не менее она объясняет что это за трюк перенормировки как он делается и вот он как раз добавляет вот этой вот степени у нас мне кажется в прошлый раз анвар нам пытался объяснять что это анвар нам пытался объяснять мы не будем сейчас на этом тормозиться просто потому что если это легко это очень легко забыть тяжело потерять легко забыть точнее легко потерять тяжело забыть каждый раз помнить зачем и как это делается и у меня лично никакого желания нет вот есть статья всегда можно вернуться посмотреть сказать о боже короче это же это же гениально и снова забыть об этом вот в общем оно делается таким вот способом в итоге собирается то что нам нужно а дальше просто строится сеть два слоя два набора весов в данном случае у нас 4 нейрона там и так далее но эта сеть у нас соответственно вот она диагональная матрица матрица степеней перенормировка собираем результат пропускаем через релу все в том примере который у нас который я скопипастил с этого ноутбука здесь это нам уже не понадобится закроем значит он на основе вот этой статьи статья выложена статья еще и там черти сколько вот ребята видимо прошли этот курс на CS224V и они ее дополнили вот этим решением опять-таки на Захарьевском этом на Захарьевском этом датасете значит все подробности тут большая очень вводная часть которую нет смысла еще раз проходить о том что такое графы что такое вот эти метрики графов что такое ГЦН и бла-бла почему свертки куда применяется сама постановка задачи для Захарьевского рынка и значит вот эта вся история стрелком перенормировки она тут тоже описана а дальше описывается сама задача по датасету вы сможете это посмотреть если есть желание в подробности здесь я не подробно это сделал просто описываю в чем задача которая решается в этом домашнем примере да если кто забыл был такой клуб каратистов и такой дядечка Захари это наверное так скорее всего там будет ударение он за ним наблюдал и в какой-то момент обнаружил что они между собой передрались поссорились точнее поссорились между собой администратор и инструктор клуба и инструктор клуба ушел из клуба клуб раскололся на две части часть участников сформировал новый клуб вот со старым инструктором а новый клуб нанял нового инструктора и там часть людей ушло и у него возникла идея предсказать на основе того что он знал о связях между людьми в этом клубе предсказать как разделится клуб в результате вот этого раскола он использовал алгоритм Форда Фалкерсона про который я опять-таки ни черта не знаю но тем не менее он предсказал разделение клуба с точностью до одной ноды одна только нода девятая по-моему я не помню она не была предсказана неверно вот то есть этот персонаж он относился и к той группе людей и к другой и на ней была допущена ошибка вот и ту же самую историю здесь делают с помощью ГЦМ инволюшн все то же самое в том примере короче примитивном который мы использовали то же самое пишется слой конволюшн но здесь пример на Пайторчуш без Пайторча метрик значит то же самое пишется слой также абсолютно пишется слой сети также абсолютно пишется сеть единственное что мы наследуем мы пишем это как класс и наследуем соответственно соответствующих классов пай торч слой на model наследуем а кстати здесь зачем-то так сделано но это одно и то же в общем в общем короче абсолютно то же самое мы делаем абсолютно то же самое мы делаем что и в предыдущем примере единственное что здесь добавляется добавляется добавляются встроенные ну готовые механизмы пай торч значит мы инициализируем матрицу смежности которая содержит здесь у нас на каждой позиции и житое содержит ну понятно что она содержит тут вот загадочно это сделано руками но видимо для демонстрации того что могут это сделать бог с ним когда рисуем судья значит хотели показать показали вектор здесь вектор это будет цель по которой мы будем классифицировать разделять точнее этот этих людей в этом в этом дата сети здесь у нас нулем у нас обозначен узел администратора единичкой у нас обозначен узел инструктора а с бинарная классификация а все остальные минус единичкой потому что мы собираемся не учитывать их при вычислении функции потерь и по экс-это матриц теме супервайст мы чуть-чуть только знаем все знаем не минус один мы не знаем а минус один мы не то что не знаем мы не мы собираемся их не учитывать вот то есть вот это какой-то момент непонятный для вот вообще у нас у нас задача то какая у нас задача что они ушли остались администратором или ушли к инструктору соответственно задача формулируется как формулируется как супервайст или ансупервайст супервайст но ты говоришь что мы только два нода знаем в этой супервайст давайте посмотрим статью значит где там постановка задач посмотрим слушаю на самом деле вот 7 супервайст получается тут написано где нет анвар так сказал я с ним согласилась давайте сначала подумаем это будешь скролить давайте изначально посмотрим вообще что тут решается мы во первых не у нас нет здесь сравнивали разбиение на как бы тестовую и контрольную выбор куда соответственно мы просто знаем короче кто в итоге у нас ушел куда да и мы должны правильно семя супервайст окей не будем смотреть это сеть на это правда ты понял значит вектор понятно вектор мы также как и там наверху значит просто номером закодировали то есть фичей у нас по сути нет в этом в этой задачи вот ну и как бы мы обучаем в кайплайне пай торча то есть у нас критерий появляется кросс энтропия лосс у нас оптимайзер sgd но понятно что в реальной жизни оптимайзер еще нужно как бы тоже было бы learning rate ему найти правильный но здесь это не нужно в том смысле что это как бы песочница все делается и нам просто нужно показать как собирается такой такая такая сеть короче у нас появляется забег на 200 и у нас появляется backpropagation вот и здесь то чем чем я долго не мог справиться у меня на этом linux кодек этот не никак не поставился в итоге я изобрел паровоз как-то поставил и здесь вот реализована анимация на основе сейчас я по скроллю вот такая есть штука целло это называется она позвоняет картинки анимированные делать вот да ну в общем как обычно здесь не совсем не прокатывала и в общем они прикрутили вот такую штуку ну и здесь вот что-то она медленно как-то но не медленно да это вот за 200 этих самых здесь как раз и демонстрируется как она как мы красиво все это и декомпозируем короче вот вот такую историю вы можете сами пройти я рекомендую самостоятельно пройти посмотреть просто на этом простейшем примере сначала пример by spy torch и собственно говоря вот это вот вот этот кусок кода вообще не имеет отношения к сети никакого это просто визуализация по сути это очень но с точки зрения реализации очень простой простой механизм который позволяет строить ну позволяет быстро научиться строить такие короче сетки ну хотя бы простейшие вот и понять как это работает как понять как это как это как это ну как с этим работать дальше значит можем еще все таки этот пример посмотреть все таки но это как-то не очень понятно да так что не понятно спрашивай двух парней только знаем и хоп таки всех разделили все понятно двух парней знаю кто ушел в итоге знаем связи между людьми расструктурировали на основе связей короче за счет этого месяца спасенга внутри сети этих ребят значит разложила разложили они в какой группе с единички или в нолики короче понимаешь вот здесь вот кстати вот у нас неизвестными что является на каждом вершине является свое что обучаем мы имбеддинге веса мы обучаем здесь данном случае а вот соответственно имбеддингом здесь что является ну какая размерность имбеддинга число вот этих века длина вектора вот это число но вот это конкретно да если 39 ну сколько их там как мы картинку тогда рисуем вот картинка то это уже аутпута сети до картинка это аутпут сети на каждом она же на двумерной плоскости рисуется правильно да а ты имеешь ввиду как мы координаты здесь задаем правильно да у меня сомнения что там 39 мерная если честно взял первые две компоненты получившуюся имбеддинга давайте посмотрим где нулевая компонент первые компоненты хорошо то есть мы каждой вершине ищем 39 мерный вектор да да что вот все таки эти инструкторы тренер они как отображаются в наших данных а мы знаем их раскрасили вон в этот подожди но это как бы мы зафиксировали у них имбеддинги 1 и 0 и мы их не меняем в процессе обработки или что происходит нет это цель против которой мы обучаем модель то есть мы разделили заведомо весь наш пол нот на два класса короче да на единичку и на нолик и мы должны классифицировать как в какую группу у нас попадет в какую класс у нас попадет каждый из нот вот пожалуйста закрутить на архитектуру сейчас погоди если мы уже уже заранее раскрасифицировали не 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 вот смотри игнор индекс мы смотри мы отдали только первого парня и единичку и последнюю все остальное мы типа не знаем это потом уже при это при отображении мы уже знаем и пока он показывает что вот смотрите они разъезжаются так чтобы желтый от фиолетовых отъехали здесь отображая здесь отображая отображая мы уже просто заранее мы же знаем в этой задачи уже все мы просто заранее на отображение их разметили нужными цветами а то что делает сеть это не разметка цветом а это разделение в двумерном данном случае представления до векторов признаков на две отчетливо разделимые группы вот здесь мы можем взять и линию провести впоследствии сейчас а как у нас все-таки лосс сформулирован лосс мы взяли стандартный крас энтропии нет что для него является входом как там участвовать то что инструкторы давай возьмем мы прямо посмотрим в пай торча что такое у нас не не подожди подожди не надо пойти тоже смотреть просто что на почему не надо он же там есть там мы узнаем что на вход подается нет это кросс энтропии это понятно хорошо я не понимаю вот в терминах имбендингов то есть давай архитектуру давай сеточку еще глянем давайте на сеточку что еще раз сделать сеточку сеточку глянем этот этот давайте ну давай скроль просто и даже на словах без как бы кода мне идеологически непонятно как мы можем решать эту задачу ну в терминах им имбендингов если ты вспомнишь сейчас я поскрою но на самом деле в данном случае это это уже правильно да в данном случае мы должны с помощью функции потерь оценить несоответствие между тем что мы тем что мы я знаю да да я знаете как вижу как она решается если мы если мы пишем у одного человека 0 а ой 0 а у другого 1 мы это как бы учитываем в таргете и мы когда получаем там такая структура что один общается с одной группой вот этот инструктор а другой общается с другой группы там это он такой рисунок да да то есть это можно так разделить что вот этот и знает всех своих групп это знат всех своей и мы когда распространяем это сообщение она распространяется по сути везде одинаково но в одной группе оно распространяется и влияет инструктор а в другой группе но распроátить влияет администратор и они поэтому они очень поэтому если вот эти им Particip Бейдинги в двух группах очень по-разному выглядят из-за этого, потому что только они, по сути, влияют, а у всех остальных они как бы, ну, у нас там таргет другой, там так веса, они так веса так обучаются, что они распространяются именно, ну, конечно, понятно, на одну группу влияет инструктор, в основном на другой администратор, поэтому они по-разному меняются, эти бейдинги в двух группах. У Саши еще вопрос, я так понимаю, что конкретно разница между чем и чем в кросс-энтропии вычисляется, я так понимаю. Из того, что здесь у тебя написано, все, что пытаются они сделать, это растащить две вершинки, представление двух вершинок. Пока он пытается растащить представление двух вершинок в этом там 34-мерном или каком-то 39-мерном пространстве, он заодно растаскивает и остальные вершинки. А дальше мы смотрим, какие из этих растащенных вершин они в какой группе на самом деле оказались. А за счет чего происходит то, что другие вершины тоже расходятся? За счет того, что мы на каждой итерации агрегируем месседжи по соседям, соответственно, комбинируем им с… Костя, опустите, пожалуйста, на клетку 111, пока вы обсуждаете, посмотрим код. Вот здесь, извини. Мы агрегируем вектора по соседям, комбинируем им с текущим вектором. А так как мы агрегируем по соседям, то на каждом цикле мы все больше и больше передаем информации по тем, кто связан между собой через инструктора и по тем, кто связан между собой через тренера. Тогда все больше и больше информации об этих связях мы передаем вот в эти вектора. И таким образом они в той размерности, в которой мы выбрали, они становятся все дальше и дальше друг от друга. Понимаешь? Нет, мне кажется, они становятся из-за лося, как бы, дальше и дальше друг от друга. Ну, как бы, связи, наоборот, их должны стягивать. Да, из-за лоса, да. То есть у нас, получается, нам важно, мы в лосе учитываем только инструктора и администратора. И мы, получается, меняем веса, только, по сути, там где-то, и мы, только они влияют, по сути, вот, потому что мы вокруг них группы составляем. Ну да, то есть кросс-энтропия, это как бы, ну, если мы задали, что для инструктора, скажем, ноль, а для этого один, то вот когда мы подаем ноль и один, у нас кросс-энтропия хорошая. А если мы подаем что-то другое, оно там хуже. То есть у нас лос как бы заставляет одного в одну тянуть, а другую в другого. Ну, мне не совсем понятно теперь стало, ну, лучше стало понятно, но не совсем теперь понятен, там кросс-энтропия, она как бы на целый вектор, то есть там, ну, грубо говоря, этот инструктор, это сплошной вектор из единичек, а этот, или там только на одну позицию можно смотреть, или это, ну, может, это не очень важно, но... Да, нет, наверное, вектор. А вот этот вот вектор, который в этой скайр под названием С, это, по-моему, окраска, да, если я не ошибаюсь? То есть они заранее знают, кого как окрашивают? Да, да, конечно, естественно. То есть они уже знают, кто куда пойдет? Ну да. Нет, ну это не преоблачение, это при визуализации, как нам вот это говорили. Нет, они знают, да знают, знают, это просто для того, чтобы... Это для визуализации, но это в процессе обучения. Модель этого не знает. Модель этого не знает. Так, ну ладно, здесь вроде понятно. Значит, если непонятно, то спрашивай. И целиком эту историю можно посмотреть вот здесь вот, вот на этом ноутбуке. А у тебя, у тебя в твоем гитхабе есть ссылка на этот гитхаб? Здесь все, все, вот вообще сквозные ссылки всюду где-то только можно даны, и последовательно так, как мы сейчас это прошли, вы это найдете. Вот. Соответственно, он отфоркан, мой гитхаб. И я просто убрал все лишнее, я убрал вот эти ГАД, короче, графсейч, переписал все на русском языке, убрал лишние комментарии и добавил свою вот эту статью. Все, все, что я сделал. Вот, если хотите еще подробностей, ну там их немного, но как бы вот смотрите туда. Значит, все, с этим понятно. Следующая история, это... Сейчас, ну давай, может быть, резюмируем. Давай. Вот, я не знаю, можно? Анвар, ты тут? Анвар резюмируем. Да, ты вот, ну у тебя сложилось. Я понятен не. Чего же я сделал? Ну я не знаю, у кого-нибудь как бы, ну... Давай ты лучше, Саша, ты резюмируем. У тебя сложилось или нет? У меня сложилось. Ну может быть, не до конца. Может быть, не до конца. Да, Ира, Ира, давай, Ира, расскажи. У тебя сложилось, потому что ты долго с этим уже возишься. Да, Ира, расскажи, как ты понимаешь. Я с этим недолго возюсь, я хочу с этим возиться. Это у меня пока декларация. Мне все понравилось. Нет, 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 я имел в виду, что у Кости, у Кости это сложилось, конечно, потому что он как бы уже тут все... Ну пора уже. А у кого-то слушатели, которые как бы слушают, вот Анвар, ты или Ирина, вот как он? А выход, выход этот самый, L, T от X, это у нас в итоге, это что? А выход у нас в имбединг. Для каждого нода? Да, потому что задачей вообще всей этой истории, ГЦМ, это имбединг. То есть вот этот L, это то же самое, что в наших формулах, вот этот H от N, да? На выходе. Да, 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 сейчас смотну, да. Ну да, нет, ну тогда нормально все. Во всем этом мне вообще как бы больше всего непонятно было не как кодировать, а как потом оптимизировать относительно чего. Правильно, да, правильно. Здесь мы должны знать хотя бы какой-то ответ. Вот как делать совсем он супервайз? Можно тут вот в этом фреймворке делать совсем он супервайз? Вот если вы почитаете статью... Совсем он супервайз понадобится случайное блуждание или что-то еще. Если вы почитаете статью, там есть ссылки на всякие семисупервайзы и прочее, короче, да. И там на самом деле больше гораздо материалов. И как бы эта вся история, она для разных задач применяется. Вот мы не понимаем это. Я это в самом начале объяснил почему. Потому что вся лекция сконцентрирована, весь цикл лекций вот на этом сконцентрирован. А все остальное оно особо не разбирается. Видимо, считается, что студенты хорошо это понимают, потому что это общая задача как бы машин-лёрнинга, да. А вот как эмбиддинг собирать, это специфичная задача. Поэтому у нас осталось это за кадром. И мы не знаем, как применять эти модели, потому что это в лекции не объясняется. Ну, не в лекции, а в курсе лекции. Это особо не раскрывается в курсе лекции. Вот. Но как бы теперь понятно, что то, что у нас мы прослушали в лекции, да, это все задача построения эмбиддингов. А как бы теперь вопрос, как это примотать к какой-то действительности. Второй ноутбучик. Второй ноутбучик. Можно я попытаюсь резюмировать ту часть, которую я как-то... Ну, получается, что мы здесь даже решаем такую задачу, которую мы раньше даже не обсуждали. Такой семисупервайш. У нас есть граф, и часть его вершин помечены. И получается, что этим подходом мы можем другие вершины тоже как-то раскорачиваем, да? Ну, просто что-то две вершины. Мы вообще... Это, наверное, как бы не принципиально. Это, наверное, все обобщается на когда... Да. Ну, это для меня как-то совершенно как-то новое, и мы в лекциях никак не обсуждали. Ну, потому что... Вообще даже такую задачу. Да, мы вообще в лекциях задачи особо не обсуждали. То есть мы... Там было пару раз, когда у нас, например, решалась задача генерации графа, например. Когда прям задача ставилась. Надо сгенерировать граф. Вот. Но в остальных всех историях мы особо-то и задачи-то не решали. Мы просто как бы механизм, машину рассматривали, да? Но какие задачи эта машина решает особо... Ну, может быть, текст там где-то. Ну, видимо, это мимо ушей все летело, короче. Соответственно, как-то оно и пролетело в итоге. Значит... Так, мне кажется, ты не прав, потому что там были задачи, где находили ребра, которых не было. Да, я говорю, что вот какие-то примеры были, но как бы на это упор просто не делался. Понимаешь? Здесь тоже можно представить, что вот тебе там, ну, грубо говоря, для двух нодов информация известна. На этом ты учишься. И потом используя связи между нодами, ты как бы делаешь пропагейшен этих пропортий, этих двух известных нодов дальше. Ну, я вот сейчас так понимаю, что если бы я этот цикл лекции организовал, я бы больше в практическую сторону его ввел. То есть, как бы надо смочить какой-то практикой эти слайды, потому что реально не всегда понятно. Поэтому ты не в Стэнфорде, а здесь. Да, поэтому, к сожалению, я не в Стэнфорде. ЮПН, ЮПН надо посмотреть, ЮПН смотреть надо. Ладно, давайте уже дальше двигаться, а то мы никогда не продолжим. Им статьи надо писать, а нам не надо статьи писать. Не, ну, они хорошие статьи, кстати, пишут. Лекции чуть-чуть похуже, чем статьи. Ну, возможно, потому что задача по-другому у лекций. Я не лектор и вообще не люблю лекции читать. У меня потом после них неделя голова болит. Ладно. Второй ноутбук, который я там же скопипастил, это пример, написанный на PyTorch Geometric. Задача почти та же самая, только не та же самая. Используется другой датасет. Это такой датасет Core. Сейчас, извините, а можно вот еще? Слушайте, а вот те, кто слушает, кто-то готов, например, взяться, другой пример, вот тот же Костин ноутбук, но хотя бы как-то прогнать на другом гайде. А сейчас послушаем. Я в конце этой истории раскрою кое-что. А, на другом ты имеешь в виду? Ну, не, ну просто это вот как бы уровень, нашего понимания после лекции. То есть вот кто-то чувствует в себе силы, что вот он берет там другой граф, прогоняет ноутбук и показывает нам, так сказать, ну, как бы себе или там. Если есть какой-то похожий датасет, мне просто интересно, что этот готов настолько осознал, проникся, что вот прям вот ему было... Я мотивирован, я попробую. Сообщу тебе, Саша. Ок. Круто, парень. А еще кто-нибудь интересно готов? Анвар, ты вот чувствуешь в себе, что ты это легко за пять минут? Да, Анвар, за три минуты это сделать. У меня студенты сделают через неделю. Все нормально. У нас в следующей неделе ноуту век и верс, а через неделю будет как раз ГЦН. Ну, отлично. Слушай, отлично. Ну, мне кажется, мне кажется, мы достаточно эту тему проживали, что можно игрушечные примеры какие-то собирать самостоятельно. Просто используя эти два ноутбука, которые у меня здесь. У скрипипащины опять-таки. Значит, здесь посложнее. Почему? Потому что он на Python Geometric написан. И здесь сложность не столько в том, что надо сделать, сколько в том, как это нужно у себя поставить и как с этим работать. Значит, датасет здесь используется в такой Core Data Set, который имплементирован в Python Geometric. И в нем содержится 278 статей по машин-лернингу, которые классифицированы в семи классах. И, соответственно, статьи отобраны таким образом, чтобы каждая статья цитировала или цитировалась хотя бы одной-другой статьей. И вот в этом ноутбуке решается задача предсказания класса, к которому принадлежит статья на основе индекса цитата. Здесь еще раз дана статья на Graph Convolution Network. Другая статья уже. Semi-supervised classification и Graph Convolution Network. Как раз тот вопрос, который поднимался, что почитать на эту тему. Я эту статью сейчас посмотрю. По-моему, не читал еще. Да, я еще не успел прочесть. Я почти все сполисосил. Что касается этой тематики, там порядка 100 статей. Это очень много на самом деле. Читаются они не быстро, но когда сейчас первая зашла, я надеюсь, что остальное уже будет понятно из серии. Это читать, это не читать, это понятно, это непонятно. Значит, здесь просто невекторное представление той же самой Convolution Network. Здесь описано, что делается. Но то же самое абсолютно делается. Добавление петель в матриц, матриц, параболизование, нормализация, агрегация, возврат имбеддингов. Единственное, что вот шаг 1-2 уже делает PyTorch Geometry. То есть мы просто усложняем фреймворк, на котором работаем, убираем ручной труд. И в PyTorch, ой, извиняюсь, шаг 3-5, 1-2 мы руками делаем. Это при процессе данных, по сути. А вот все остальные операции делает PyTorch Geometry. У него есть специальный для этого класс. Значит, здесь я поставил у себя 1-5-1. Почему 1-5-1 PyTorch? Потому что он идет паровозом в Конде, короче, а на Конде. Вообще он там сейчас повыше поднялся. Но как бы это стабильно работает. И я не отважился как-то переходить повыше. Ой, сейчас, одну минутку. О! Да. Нормально. Анвара, твои студенты работают? Ой, слушай, я не знаю пока еще. Слушай, можно я тебе звоню через полчаса? Хорошо? Вот через неделю будут. Куда делать? Крутые студенты. Извиняюсь. Анвара, ты по ходу задания придумываешь или это? Или ты еще летом знал, что они у тебя будут делать? Не, я знал, что они будут делать. Я знал, что они будут делать. Значит, что? Остановитесь, слобные тролли, короче. Давайте уже заканчивать. То есть продолжать заканчивать. Значит, почему 1-5-1, 1-5-0, вы, когда будете ставить, вы сможете поставить, как это тут, как это я у себя поставил, через requirements, но вообще лучше через анаконду все поставить. Поставить PyTorch через анаконду, если у вас его нет, а PyTorch Geometric поставить через непосредственно инструкцию установки, которая на сайте PyTorch Geometric расположена. И вот какая-то другая сборка, она не очень стабильная, короче. Вот 1-5-1, 1-5-0 и CUDA 10.2, она более-менее, короче, работает как надо. Единственное, что, если вы будете смотреть оригинальный, этот самый GitHub, с которого я оформился, он сделан на PyTorch ниже версии, и PyTorch Geometric там единица точка 3.0. И вот это очень важный нюанс, потому что PyTorch Geometric очень непредсказуемая, динамически развивающаяся библиотека. И она от версии к версии, вот даже от версии вот здесь вот, в этой части, она довольно сильно модифицируется. И обратной совместимости там нет часто. И вот этот код на 1.3 отличается от того, что здесь. Я тоже не сразу это понял. Долго ломал голову, почему у меня не заработало. А потом просто оказалось, что вопрос версионности. И на самом деле, черт бы с этим PyTorch Geometric, но тем не менее, в конечном итоге я понял, почему его пушат в итоге в Стэнфорде, и вообще, почему его используется. Он используется, потому что в PyTorch Geometric очень хорошо написана документация. И она, документация, это написано в таком классическом скалерном стиле. То есть каждый инструмент, который используется в библиотеке, он имеет собственную статью с описанием математического аппарата и примерами того, как это реализовано. Причем на разных версиях. В PyTorch Geometric огромное количество разных слоев готовых. 100-500 не знаю, но конволюшн-нетворков тут огромное количество. Где они тут? Не тут. Костя, а на коллабе ты не пробовал запускать? На коллабе я подумал, что надо это сделать бы, но там тоже есть определенная проблема постановки, потому что нужно как бы карточка, чтобы была увидена PyTorch. И я не стал этого пока делать, но я сделаю потом на коллабе, чтобы оно запускалось на коллабе, чтобы можно было всегда там посмотреть. Я знаю, что там сложно ставиться. Короче, имейте в виду, что PyTorch Geometric, он версионно зависим очень сильно, и он довольно сложно ставится. Не всегда просто ставится. Сейчас я найду правильную страницу. То есть вам нужно правильно, прежде чем вы начнете заниматься этим вопросом, правильно определиться с вашей конфигурацией, что у вас на машине стоит, какая у вас карточка. Ну, понятно, что PyTorch потребует NVIDIA. Вам нужно понять, какой вам нужно поставить PyTorch Geometric. Здесь довольно подробная инструкция, ей нужно неукоснительно следовать. И если все сделать правильно, оно заработает. Но это нужно один раз пройти, это мучение. Соответственно, если все правильно сделать, все будет хорошо. Если все сделать неправильно, все будет очень плохо. Вот оригинальный GitHub, он на 1.3. Я сделал на 1.5. Принципиально разницы никакой, потому что что тот, что этот, это просто копипаста, что мой, что их, это просто копипаста из документации PyTorch Geometric. То есть они взяли пример оттуда, и на этом примере реализовали свой ноутбук. Датасет, понятно, мы грузим оттуда же. Оттуда же. Да, оттуда же. Да, еще напоследок хочется отметить, что чем замечательен PyTorch Geometric, может быть, он не замечательен сам по себе, по производительности, там и по прочим делам. Но он замечательен вот этим разделом PyTorch Geometric этим разделом замечательным. Сейчас, минуту. Где-то я это писал. Да. Да-да-да. Сейчас, минутку. А, все, понял. PyTorch Geometric Date Sets. Вот этим разделом он замечательный. Здесь довольно внушительная подборка различных датасетов. Причем из разных областей. И медицинской области, и инженерной медицинской области, инженерной, связанной с сетями, и, короче, куча всего. И можно было бы пойти, пытаться что-то делать на кегле, да, какие-то задачи кегловские решать. Но всегда нужно помнить, что на кегле 70% времени уходит на очистку данных и при процессе данных. Но вообще просто на понимание, что мы тут делаем, и как к этим данным подступиться. И изучать материал лучше на чем-то готовом. То есть не заниматься при процессинге. Да, при процессинге это важно, все понятно. Но это просто отдельная задача, отдельный класс задач. Подготовить данные к тому, чтобы их скормить сети. Лучше взять готовые данные, очищенные, красиво подготовленные, разделенные на train test validation, короче, или не разделенные там, значит, и с которыми вы изучите модель, и я изучу в будущем модель. Значит, пойму, как это работает, значит, получу свой satisfaction, пойму, что PyTorch Geometric медленно там или чего-то в нем не достается, могу что-то дописать, перейти на какой-то другой фреймворк. Но важно, что я пойму на готовом, как с этим работать. А если идти на, значит, на кегл и пытаться сооружать попелацию, исходя из того, какие статьи туда в общий, короче, форум кидают, ну, мне мой опыт подсказал, что я что-то на этом как-то притормаживаю. Вот. Значит, ну, и тут с помощью PyTorch Geometric абсолютно все то же самое делается. То есть, также мы делаем Graph Convolution класс, который мы наследуем уже не от PyTorch, а от специального класса, который у нас есть, PyTorch Geometric, Message Passant называют. Он обеспечивает весь процессинг производства в этом слое. Такую же абсолютно сеть пишем. Два слоя. Ну, тут еще вот у нас Dropout добавился. Пишем pipeline PyTorch, и вот здесь вот выведено, какой у нас будет размерность из свертки, для примера. С 16 мы начинаем. С 16, потом сворачиваем. А, нет. Начинаем с 1700, что-то там такое, сворачиваем до 16, и в итоге у нас 7 получается. И абсолютно то же самое train, как и в прошлой истории. Но тут у нас добавилось, здесь добавилось как бы у нас вопрос, господи, тут добавилось то, что мы в карту пихаем это дело, так как она доступна. Можно, кстати, на цепью считать. Единственное, что вот я не знаю это нюансы, как ставится PyTorch на машину, на которой нет карточки, по-моему, он ставится там тоже через хрен возьми, и маленькие задачи можно и на цепью решать. То есть не обязательно на карте, но просто это будет медленно. Понятно почему? Потому что мы с матрицами работаем, а матричные вычисления лучше обрабатываются картами, видеокартами. Вот. Костя, сколько обучений занял у тебя? Вот этот пример. Да, оно тут секунду учится. Я могу перезапустить. Ой, извиняюсь. Я могу тут его перезапустить, и оно тут просто вот, так как очень маленький датасет, 1400 там, оно учится буквально вот на щелчок пальцев, если не ломается где-то. Оно у нас где-то тут ломается. А, надо же запустить. Вот она обучилась. Все. Ну, это тоже игрушечный пример, хотя мы здесь accuracy считаем, да, ну, пример тоже игрушечный, потому что нам нужно тут также здесь как-то learning rate вычислить правильный, нам нужно, ну, подобрать, нам нужно также здесь validation какой-то сделать. Ну, это уже нюансы обучения, которые присущи обучению любой нейронной сети. Вот. Но это абсолютно такое же, то же самое, что и предыдущие. Только у нас классификации участвуют не два, не бинарные классификации, у нас а семь целей в классификации, и у нас появляется еще один дополнительный слой в сети, которую мы взяли из готового, короче. А Костя, покажи, там тоже, там какой-то train mask, там тоже чуть-чуть дается ответов. Где это написано? Чего? По какому объему данных у тебя учится? Там какой-то у тебя train mask, и я... 1433 мы взяли для трейна, а все остальное упало в тест. Валидации здесь не делалось, я так понимаю, по-моему. Вот. И learning rate у нас дефолтный, короче, используется. Он тут и в ADK рассказывает. Ну, веса тут задались у нас. Ну, все-таки, может быть, Иринин вопрос, но другими словами, или как я понимаю, вот все-таки здесь что, тоже такой семисупервайс, то есть как бы мы часть классов говорим, что мы знаем, а потом на остальные мы будем распространять, да? Потом мы, типа, в принципе, теоретически, если у нас есть разметка вообще всего датасета, мы можем даже сравнить, что там у нас научилось, так сказать, да? Да, совершенно верно. Вот. То есть, ну, здесь просто чуть-чуть... слушай, а вот, извините, а как вот видятся вообще практические применения такого, как бы, семисупервайс-подхода? Все-таки, ну, обычно у нас либо кластеризация, которая вот с калерни, да, она вся как бы ансупервайс, там нет никакого вот этого семи, да, вот любой камин, там тебе, не знаю, ДБСкан, это все, то есть, вообще так, необычная постановка даже, и какие у нее практические применения видятся? Ну, не знаю, мне со своей позицией, кажется, что я этим занимаюсь для того, чтобы какую-то более точную, ну, я же говорил, что я маркетингом занимаюсь, более точную систему рекомендаций построить на основании этого, потому что мы о пользователях интернет-сайта довольно часто много знаем, вот, что кто смотрит, покупает, там, на что кликает и так далее, а вот как построить на этих связях хорошую рекомендательную систему, знаем не всегда, и вот для меня этот метод кажется, этот подход кажется достаточно перспективным, но это так, я как пример привел. Саш, сейчас Костя закончит показывать мангуки. Я закончил. Мы остановим запись и я тебе в трех словах объясню, что такое ГЦН. Вот, максимально понятно. Я уже думала уходить, но когда Анвар сказал, сейчас запись остановим. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...